Всем привет! Сегодня интересную тему хочу затронуть. Я думаю, что для многих будет интересно, и неважно, мужчина ваш иностранец, либо русский, либо вообще любой-любой национальности. Тему я хочу затронуть семейного бюджета, рассказать об этом как в Турции, потому что такие каналы типа моего, да, просматривают очень много девушек, которые планируют приехать, ищут информацию о другой стране, к примеру, в моем случае это Турция, да. И вот такие вопросы, какие-то семейно-бытовые, национальные или еще какие-то, они очень интересные и важны, потому что, по сути, где вы это узнаете и спросите. Так что приступим. Первое, что хочу рассказать, есть ли разница? Я вот честно, разницы какой-то кардинальной земли и неба с семейным бюджетом, отношением семьи России и Турции не вижу. Сразу скажу, что живу я в Стамбуле, мужчина у меня европейский, но он турок, но, как бы правильно выразиться, обычно нормально воспитан, не из деревни. Я сразу скажу, что в Турции нужно разделять провинцию, большие города, разница очень большая. Многие думают, и я считаю, что это заблуждение, что в Турции по головности женщины сидят дома, они работают, ведут домашнее хозяйство, жизнь домохозяйки, мужчины обязаны работать, сидят в приют у женщины в потолок, ничего не делают, ничего подобного. Также стоит отметить, о каком поколении вы говорите. В данный момент, что я наблюдаю, да, вокруг меня, люди моего поколения, молодые турки до 30 лет, все 50-50, все работают, все получают высшее образование, то есть они очень европизированные, не такие дикие какие-то, не очень восточные, нет такой покорности восточной женщины. И поверьте, какая любая турчанка здесь по нравам своим, еще фору даст любую славянке и другой национальности девушки, не очень темпераментные, и, соответственно, покорности о какой-то тут речи не идет. Да, поколение, которое постарше, и взрослые очень люди, там немножко другое воспитание было, да, но надо посмотреть, в каком промежутке времени, да, вы воспринимаете людей в Турции. Последние 20 лет, последние 50 лет и более, ну и тому подобное. К чему вся эта демагогия, которую я развожу, что люди здесь разные, и от их воспитания, когда они были рождены, в какой период, кто правил в Турции и тому подобное, от этого зависит их воспитание в плане, там, семьи, ведение бюджета, и должна ли женщина работать, и тому подобное. Я не работаю, во-первых, потому что я не могу это сейчас сделать, у меня нет визы, официально я не работаю и не официально никак, то есть легально. Я могу это делать, я могу помогать в компании своего супруга или еще что-то, работать в компаниях друзей, это все моя бывшая, по сути, работа, знание русского языка, либо английского, психология, даже продажи и тому подобное. Мне это не нужно, во-первых, потому что, как бы правильно выразиться, такими социальными, я не обременена чем-то социальной нужды, у меня нет идти работать, денег хватает, так скажу, мне не надо эти деньги заработать, но мужчина мой не против, чтобы я шла работать, потому что, чтобы я общалась с людьми, учила язык, не сидела как лучше дома, и мозги мои не засохли, честно говоря. Я тоже с этим абсолютно согласна, и когда я получу вид на жительство, я, конечно, буду уже думать о работе какой-то, я просто хочу, сразу вам скажу, легализовать свое образование психологическое здесь, попробовать скрыть психологическую практику. Это, я думаю, здесь будет очень интересно, и я думаю, что это мне по силам. А в женщинах, которые здесь, да, турчанки, молодые, 30 лет, 40, они все работают. Есть, которые дома, ну, такие среднего возраста, это зависит от социального статуса семьи. К примеру, есть такие ситуации, когда в семье, там, двое-трое детей, мужчина один работает, женщина сидит дома, денег у них не хватает, они готовы спать на бетонном полу, на какой-то мешковине, но жена моя работать не пойдет. Вот такой вот я мужик, не царское это дело, можно вот так выразиться. Почему они это делают, и так говорят, есть такие вот ситуации, такие мужчины, типа вот такая мужская гордость, воспитанная в них с детства, там еще как-то. Вот будут они жить из последних денег, но на работу жена у него не пойдет. Естественно, она должна с тремя детьми дома сидеть, и садик, это дело тут дорогое и тому подобное. Дешевле ей дома, честно говоря, с детьми сидеть. Но включается такая мужская какая-то, мужское, я даже не знаю, как это назвать, самомнение, еще что-то. Таких мало, но такие есть люди. И типа вот да, не царское это дело, я не пойду работать. То есть, смотрите, к чему я вела, да, есть разные категории людей, это обусловлено немножко социально с какой-то стороны, которые, женщины в семьях работают, либо не работают. Поголовно, чтобы все дома сидели, такого нет. Молодое поколение работает и стремятся работать, развивают карьеры, бизнес, открывают все, что угодно. Женщины эмансипированными становятся здесь очень уже, даже по эмансипированным, чем в России той же. И как бы правильно выразиться здесь, мужчина, ему приятно, чтобы женщина не работала, потому что говорит о том, что у него хороший достаток, он может себе позволить это, да, содержать в семье детей, и жена у нее не работает дома сидит. Но есть такие семьи, повторюсь, где женщины не работают, мужчина ее не отпускает на работу, но при этом денег у них на жизнь не хватает. Такие тоже встречаются. Про семейный бюджет, как он складывается. В нашем случае я по характеру своему, и как я раньше работала, какие я деньги зарабатывала, зарабатывала я прилично, и я не могу себе позволить морально, мне тяжело зависеть от моего мужчины 100%. У меня есть определенный доход, который мне калпает каждый месяц. Я не буду вдаваться в подробности, что и как, да. Нормальный такой доход. Это мои траты на, там, я не знаю, косметику, даже не одежду, ну, такую ерунду, которую женскую я себе хочу. У меня есть всегда свободные деньги в моем кошельке, которые я могу без каких-то вопросов у мужа своего спросить, пойти и потратить. Ни за что отчитываться я, конечно, не должна. Для меня это норма. Меня так воспитали, я, например, зарабатываю, я на себя и трачу, да. С этих денег я также могу пойти купить ему что-то, подарок, что-то домой, то же самое. Но он у меня как считает? У него, наверное, скорее всего такое, не прямо уж турецкое, но воспитание такое. Мои деньги наши общие, а твои, Галя, деньги, это твои. Вот так у нас заведено. Он очень бы у меня как бы обиделся даже, я бы сказала, да, обиделся, почувствовал себя каким-то несостоятельным мужчиной в плане характера своего, что я бы, например, своих денег, там, не знаю, покупала продукты домой, покупала что-то, там, не знаю, шторки или телевизор. Он бы считал себя каким-то ущемленным. Ну, то есть, как я работаю, и она должна на это деньги тратить, на продукты и тому подобное. Я это заработала, я могу это оплатить. Но это, в принципе, как и в России, в многих семьях, и в европейских такое есть, когда мужчина, его деньги это ваши, а ее деньги-то ее. Очень много таких случаев. Очень даже большинство, больше 50, допустим, процентов, скажем так. Но подобные ситуации, распоряжение семейным бюджетом, мое личное мнение, это зависит не от национальности пары, семьи, а от социального уровня. Также здесь работают мужчины и женщины, абсолютно у них также складывается семейный бюджет, все вместе, все в кучу денег и тому подобное. Я приведу два примера из нашей семьи. Они у меня по-русски не говорят, и надеюсь, никто меня не пристрелит здесь. Шевчу. Два примера расскажу. Двое кузен и кузина. К примеру, наша кузина. Я, кстати, постараюсь с ней записать видео, в гости съезжу специально. У нее есть два приятных, прекрасных детеныша, ребеночка. Это наша кузина, она актриса. Она снимала в сериале «Великолепный век». Вообще, она изначально была моделью. Что могу рассказать про нее? Ей 32 года на данный момент. Она очень прекрасно выглядит, очень красивая. Она очень богата. Но она вышла замуж за очень богатого мужчину. Ну, как богатого? Он не был таким богатым. Они познакомились, поженились. И женщина является мотором и стимулом для мужчины. Да, он работает, зарабатывает деньги. И у него успешный бизнес. Стал он очень, как сказать, успешным. Да, у них есть деньги. Причем очень такая состоятельная семья, скажем так. Но при этом она сидит дома в декрете. Ребенка у нее, младшему, где-то сейчас 8 месяцев. Около годика еще нет. И мы с ней разговаривали. Она сказала, я хочу пойти на работу. Говорю, почему? У тебя маленький грудной ребенок. Я хочу независимости. Я хочу своих денег. Я хочу быть какой-то, вы знаете, эмансипированной. Потому что муж у нее постоянно в командировках, разъездах. Она ничем финансово не ограничена. У нее прекрасный, очень дорогой загородный дом. Она, я не знаю, сделана все, что только можно по поводу красоты, ухода за собой. Ну, ей очень скучно. Она говорит, я не могу, я хочу работать, не хочу сидеть дома. Дома там 10 нянек, там, не знаю, нет, у них 2 няни, ее мама помогает, 2 этих гувернантки, да, кто убирается по дому, пор. Ну, в общем, вообще, женщина должна быть счастлива. Ну, и, может быть, и многие, даже русские были, девушки сказали, о, блин, как классно, этого так хотелось. Такого мужчину искала, все, наслаждались, жизнью сижу. Мозги засыхают, сижу, туплю, паразитирую и тому подобное. Но она не может уже сидеть дома, 8 месяцев ребенка, она готова там нанять еще одну няню, но пойти работать не из-за денег, а из-за самого факта. Морально ей тяжело зависеть в плане финансов, семейный бюджет. Хотя она в деньгах не ограничена, понимаете? Она может многое себе позволить, но вот такое вот я не почувствовала от нее какого-то счастья в жизни и удовлетворенности. Она очень любила свою работу, она была очень признанная, она была такой популярной, узнаваемая. Она очень много летала, путешествовала, но, естественно, сейчас семья на этого делать не будет по поводу своей работы куда-то далеко уезжать надолго. Но она хочет быть какой-то востребованной, да, и самоутвердиться. Вот прям, вот молодец, я ее только респектую, уважаю ее. Молодец, европейская абсолютно женщина, вот вам турчанка. Я к чему приведу сейчас эти примеры, я рассказала о моем семейном бюджете, как он складывается, о кузине нашей двоюродной сестре. По сути мы все в одной семье, моего мужа, да, они все воспитывались. У них абсолютно одинаковые социальные были условия изначально и абсолютно одинаковое воспитание. Немножко в семьях отличается воспитание, но это одни родные братья-сестры, да, это их дети. По сути они с детства все росли в одной, я не знаю, в одной квартире, ели с одних тарелок и тому подобное. То есть по сути заложено морально, да, по поводу семьи, воспитания и бюджета материально было одинаково в детях. Следующий пример, третий, у нас есть кузен, который по жизни такой, знаете, немножко... Его очень залюбила его мама, души в нем не чаяло, и все, что он хотел, все за него делала всю жизнь мама. Поэтому, знаете, такой тюхо-матюхо по жизни. Зачем-то стараться, кто-то за него что-то сделает. И он такой какой-то, знаете, затюканный немножко, понимаете, такой молчливый, хвалерик абсолютно, то есть ни к чему не стремится. Он женился, у него двое детей, ребенок, кстати, младший тоже грудничковый, несколько месяцев ребенку, поэтому жена не работает, ну и раньше она не работала, так скажу. Все ему поможет, сделает его мама. Жена у него, вот так нельзя, говорит, я ничего не скажу, но не блещет красотой. Женился он на ней, потому что на него бы никто другой не посмотрел, она за него вышла, потому что она бы тоже себе уже никого не нашла, она как бы красотой не блистала особо, и характером, простите, тоже, из жены такой сварливой, пелящей из этого разряда. И он работает в компании моего супруга, потому что он помог ему в этом. Его бы на работу, простите, наверное, я бы не взяли. С его вот характером, он такой вот делает монотонно одну работу, но никаких стремлений в жизни нет. И он получает очень маленькую зарплату, даже при всей помощи, какую только мы можем, да, оказать и посодействовать в плане его работы, все равно зарплата у него невысокая, и она абсолютно недостаточна для семьи с двумя детьми и ребенком грудничковым, когда, блин, эту сумму просто на одни памперсы в месяц можно потратить. Зарплата у него 1500 лир турецких, если на 17 умножаем, это будет в рублях, и делим на 2, это в долларах. Зарплата маленькая, даже по стамбульским турецким меркам, на такую семью. Он не стремится идти работать, он не стремится подработать. У него есть вот эта халтура, да, на работе он может сделать какие-то задания и за это получить деньги. Работа такая, что не ленивый только там будет богат, ленивый вот так будет работать, как он. Сколько побегаешь, столько заработаешь, вот так скажу. Жена его не стремится идти на работу. Зачем ей идти работать, жене его? Да, ну, у меня же, она, понимаете, вот это вот прорешено, социальную прикрыла. У меня муж же работает. Ну да, мало денег. Ну вот страна такая, президент у нас плохой, такое время и тому подобное. То есть, понимаете, скидывает не на ситуацию, да, людей, не на себя, не на мужа, а все у него виноваты, кроме него и кроме себя. Я не говорю о том, что она там с грудным ребенком должна идти на работу, но проверьте, если припекет, денег нет, что, дома сидеть, что ли? Я чуть не понимаю. Абсолютно здоровая физически женщина, я не знаю, хоть какая-то подработка, как-то надо шевелиться, что-то делать. Зачем? Правильно? Ее же мама нам поможет, все будет закрыто и готовое. Вот два случая, понимаете? К примеру, одной куча денег, но она хочет идти работать, здесь денег нет, никто не хочет идти работать. Хотя возможность есть, и знакомых, и родственников куча, которые, блин, и везде устроят, и уже родня начала в последнее время на них давить, прессовать эту семейку, в плане, ребята, вам что, уже под 30, там, слишком лет, и вы что думаете, всю жизнь так будет, да, вам кто-то помогать будет? Придет время, когда ваших родителей не станет, что вы будете делать? И под вот этим вот прессом семейным только последнее время его жена изъявила желание, сказала, ну ладно, если вы мне работу найдете, то я куда-нибудь пойду работать. Все. Вот вам три примера семейного бюджета в плане зарабатывания денег, как женщина сидит дома, не сидит в Турции. И таких вот семей, где почему-то очень много, более я вижу ситуации, где вот социальный как-то уровень чуть ниже среднего, денег нет, блин, но работать мы не пойдем. Кстати, в России то же самое, очень много людей я встречала, и встречаются, и они всегда будут. В России говорят, о, у нас так плохо жить, у нас все так ужасно и стрёмно, такая социальная ситуация в стране и тому подобное. Сколько я живу, себя помню, столько я это все и слышу вокруг. Всем все плохо, но при этом кто-то что-то имеет, да. Если нет денег, простая политика, иди работать. Не хватает денег, иди на вторую работу. Вы думаете, в Европе все так калачи с неба падают, деньги на деревьях растут, тому подобное, всем все бесплатно попадает, там жизненный уровень выше социальный. Да там и люди больше работают, раз на то пошло. Если кто-то говорит об Америке, у них такая жизнь классная, у них все такое там дешевое, дешевле, чем у нас все еще что-то. Люди в Америке трудоголики, обратите, пожалуйста, на это внимание. А в России я всегда вижу людей, которые жалуются, ноют, им все плохо. То президент у них виноват, то политика такая им не нравится, то экономика страдает, то еще что. Все виноваты, кроме тебя. Буду получать там 3 копейки 500 долларов в месяц, но работать я никуда больше не пойду. Свой зад, простите, поднять с дивана на плечи я не хочу. Или многие говорят, а мне достаточно этой суммы. Но при этом все вокруг плохо, и мы такие бедные, несчастные. А вообще о чем мы будем с вами говорить? Здесь в Турции точно так же, по сути. Но вот семейный именно бюджет складывается таким образом. В основном здесь, да, как бы мужчина-добытчик в семье. В России, конечно, больше, что женщина и домой идет, и сумки с работы, с продуктами прет, детей с сядек и забирает, своего пьяного Ваньку за собой еще тащит, понимаете. Идет домой ужин готовить, а всех там мыть, кормить, ложить спать и тому подобное. Здесь ситуация немножко, конечно, получше и другая. Здесь мужчины по-другому воспитаны. Чтобы все это подытожить, я вам что расскажу. Девушкам, обращаясь, которые планируют свою жизнь с иностранцем, планируют свою жизнь конкретно в Турции, и думают о том, что они, приедя сюда, могут не работать, вести домашний очаг и тому подобное. Люди разные. Это будет зависеть от социального уровня мужчины, которого вы нашли, вашего спутника жизни, вашей любви. Если вы надеетесь, что вы будете сидеть и плевать в потолок, домохозяйка, о чем вы мечтаете, да, многие в России девушки этого хотят, не хотят, не то, что там не хотят работать, хотят просто нести обязанности жены, хранительницы очка и тому подобное. Поверьте, здесь у вас наступит социальная такая адаптация к стране, да, реабилитация к этой стране, и вам будет очень скучно, нудно, и вы сами захотите пойти работать, как я, например, в данный момент, я была бы очень счастлива работать, чтобы занять себя как-то, да, чтобы не тупеть, ни мозги не засыхали ваши. Если вы думаете, что вы будете сидеть в потолок плевать, это будет зависеть от того, какого вы мужчину себе выберете. Здесь не все так поголовно не работают и сидят дома. Не забывайте, что это уровень такой, больше не работающих женщин, которые сидят дома, женщин закрытых, капалы, кто хиджаб носит. Но это связано с религиозным немножко оттенком. Но также они и работают, девушки, которые закрыты, точно так же наравне в супермаркетах, в магазинах, где угодно, в компаниях, в фирмах, в политике. Поэтому думать, что, о, боже, здесь восток, мужчина здесь добытчик и женщина-хранительница чига, да, это есть, это правда, девочки, но работать вам придется. В большинстве случаев. Это не Арабские Эмираты, где шейхи, мега-миллионеры мужчины, и они готовы вообще содержать многих жен, покупать много домов для них, большие семьи содержать всем, чтобы жены у них были равны, в достатке и тому подобное. Это Турция, это уже Европа, это не Восток, не Эмираты, здесь другие нравы. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь самодостаточными женщинами, не надо сильной эмансипации и феминизма. Вы едете, если в Турцию, то это страна восточная, в любом случае, женщина здесь под своим мужчиной, он хранит ее, хранит свою женщину, она всячески украшает его жизнь, его досуг, семью и тому подобное. Но быть не глупой, работать, хотя бы учиться или что-то, вы должны развивать себя, чтобы быть всегда интересной для вашего мужчины, социально интересной. И также, в любом случае, если какие-то ЧП ситуации произойдут, вы расстанетесь или еще что-то, чтобы вы могли найти себе работу. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Тех, кто живет в России, увидели в сравнении, что здесь происходит. По сути, жизнь точно такая же, как и у нас в России. Скоро увидимся, всем пока!